Добрый день! Сегодня у нас фантастический выпуск. Как ни крути, первый матч за Газпром сыграла шестая ракетка мира, 20-летний топеец Ли Юн Джу. И фантастическим является тот факт, что в первом же матче Лин проигрывают сразу две игры. Сначала 22-летнему Греку Сгурапулосу он занимает скромную 152-ю строчку в рейтинге. Грек в первую очередь выделяется своей яркой игрой слева. Если он и дальше так будет продолжать, то его по праву можно назвать преемником легендарного Калиникуса Крянги, который славился своей игрой слева. Но для этого ему надо как минимум войти в четверку на чемпионате мира или хотя бы повыигрывать еще народу из мировой тридцатки. Кстати, надо отдать Греку должное. Я его не видел, наверное, пару лет. За эти два года он скинул не меньше, чем 15 килограмм. Нет сомнений в том, что немецкая Бундеслига творит чудеса. В этом вы можете убедиться, прослушав интервью на нашем канале Дмитрия Мазунова, специалиста, который является тренером этой команды. Дмитрий, кстати, сам сильно играл. Был на Олимпиаде в Афинах в 2004 году в четверке в паре с Алексеем Смирновым. Совсем немного им не хватило до бронзы, а также никогда не покидал мировую сотню. Так вот, в этом интервью детально рассказывать, почему ребята растут и что, в принципе, их успех не является для него большим сюрпризом. Также в этом матче против германской команды Линд сыграл с нашим серебряным призером чемпионата Европы в команде, чемпионом Европы в паре, 21-летним Львом Кацманом, который занимает на сегодня 281 строчку мирового рейтинга. То есть Линд проигрывает одному игроку из второй сотни, а другому из третьей. Безусловно, это пока сильнейшая победа Льва в его карьере, потому как я не помню, чтобы Лев обыгрывал китайцев или Овчарова, а выше, по сути, нет никого. В первую очередь, ребята не уступили по скорости тайпейцу. У нас есть на канале разборы игр тайпейца на Олимпиаде, конечно, не сравнить, так как он играл там и как здесь. Может, есть факторы, которые нам неизвестны. Перелет, может, нездоров, может, еще что-то. Но судя по тому, что, в принципе, Линд не гигант в психологии и, может, не знал, куда едет и с кем будет играть, поэтому, скорее всего, недооценка соперников в этих двух встречах налицо. Газпром в итоге выиграл. Больно хорош пока Кальдоран и Фрейтас. И понятно, что Линд еще наберет свою форму. В этом мы можем не сомневаться. Но тот факт, что русский парень, который, по сути, провалил весь прошлый сезон, а в этом творит историю, собирая медали, титулы и победы, говорит о том, что мы все-таки можем. И будем верить, что это не последняя яркая победа игрока из России. С вами был Валера Заненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok